Девушки отдыхают Издательский дом поздравлял своих подписчиков с наступающим Новым годом и подарил им ценные призы за участие в конкурсах. А вот как раз я попала на награждение первого конкурса. Я хотела бы сказать, выразить только слова благодарности вам, потому что подписчики – это, наверное, наши самые преданные читатели, наш костяк, на который мы всегда опираемся. Оль, привет! За какой такой конкурс читателей сейчас награждаете? Этот конкурс мы специально проводили для наших подписчиков. Им нужно было сделать открытку из картины, которую мы публиковали в газете. Причем эти картинки им пришлось еще и поискать. Недаром наш конкурс назывался «Новогодние прятки». Всего же на конкурс прислали добылцы творческих работ. И как только читатели не украшали свои открытки. Богатая, однако, у них фантазия. Мы решили, что будет интереснее, если мы сделаем в виде альбома. Все-таки картинки большие и на один лист не помещаются. Поэтому мы решили сделать вот таким альбомом, чтобы его совсем красиво оформить. И сброшуровали. И поздравления в стихах. Вам подарили жесткий диск. Он вам пригодится? Да, конечно, конечно. Этот приз всегда пригодится. Тем более, что информации сейчас много. Поэтому переносной в стих 10 всегда нужен. Все-все участники получили подарки. Без них никто не остался. Главный приз в конкурсе – техниза. А кто же его получил и за что? Раз я с кухни так вот близко думаю, так я сделаю прихватку. Начала делать. Потом начала клеить. Клеить начала. Я вот вспомнила здесь вот про эту золотую антилопу, где олененок. Приклеила так, из-под копытца. Хотела просто так, в конвертик, по желанию. Сначала просто, потом взяла, наклеила. Вот цветную бумагу. Потом написала. Думаю, нет, надо же подписать. Радости, там, счастья, здоровья. А потом придумала вот эту ниточку. Думаю, на ниточку, а здесь замочек такой, 2015. Это был не единственный конкурс для подписчиков. Во-вторых, нужно было помочь некому комсомольскому барашку. Чем и как, мне непонятно. Оля, и снова я к тебе. Чем нужно было помочь комсомольскому барашку? Барашек готовился к Новому году, и он проходил испытания. Ему нужно было подготовить стол праздничный, выбрать карнавальные костюмы. И придумать какие-то развлечения для гостей. То есть у него было каждую неделю испытание. И наши читатели справлялись с этими проблемами вместе с нашим барашком. Теперь понятно. Сейчас пойду, посмотрю, кто же помогал символу будущего года. Всего же в редакцию принесли почти 40 работ. 40 барашков поселились у нас на работе. За лучшую работу редакция наградила победителя сертификатом на поездку на турбазу. Отдых для всей семьи. Такой цельный путь получила Ольга Семенова. Пойду спрошу ее, как она его выиграла. Я всегда участвую в конкурсах, которые проводят в газетах. Тем более в таком конкурсе, который проводится для всей семьи. Мы выходные, посвящали время, сидели, выполняли задания, искали в интернете правильный ответ. А что будете делать на турбазе всей семьей? Зима, возьмем лыжи, санки. Ну, на коньках одна я катаюсь. Но будем зимними видами спорта. Приятного вам отдыха и с наступающим Новым Годом! Может, телезрители поздравите? Дорогие телезрители, я поздравляю вас всех с наступающим Новым Годом. Желаю вам счастья, здоровья, удачи во всех творческих конкурсах. Принимайте участие, вы тоже получите награды. На этой радостной ноте я попрощаюсь с вами. С наступающим Новым Годом вас! С вами была я, ваша Анка Золотое Перо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова